Всем привет! Мы рады, что сегодня к нам приехала Саша Нейка, урбанист и социолог, которая в Питере занимается проектом Arts for City, о том, как с помощью сообщества, благодаря культуре и разным инициативам в искусстве, менять город. Еще раз всем здравствуйте, меня зовут Саша, я живу в Петербурге уже 6 лет, но я на самом деле из Украины, из Харькова, я закончила в Харьковском национальном университете, магистратуру по социологии, потом защитила кандидатскую в Киеве и переехала в Петербург. Идея, собственно, и занялась проектами, которые касаются развития и исследования города, а также исследовала сообщества городских частностей, сообществ художников. И мой интерес, он вылился вдруг неожиданно для меня самой еще и в кураторские проекты, которые я стала вести на стыке урбанистики, искусства и шире культуры, социокультурных форматов. Соня уже сказала про то, как называется наш проект, я вам привезла наши открытки. Это фотография, которая мне очень дорога, это один из самых удачных наших соседских праздников на базе одной из библиотек, с которой мы работаем уже два года. Очень стандартные библиотеки, наверняка у вас тоже такие есть, знаете, с пыльными витринами, которые вообще не знакомы окружающим людям, мы сейчас работаем с тем, чтобы превратить ее в соседский центр, центр притяжения для людей. Это была уличная кухня рядом с библиотекой, объединявшая совершенно разных людей, разных возрастов. Дети, взрослые, люди пожилого возраста, все объединились в таком ритуале, не побоюсь этого слова, совместного общения. И смешно, что они готовили вместе с нашим финским поваром, которого мы пригласили специально, и давали советы ему, как правильно готовить финский суп. Это такая маленькая история, которая отражает частично то, что мы пытаемся через наши проекты сказать, и почему мы пытаемся прийти в большей открытости к соединению людей, которые разъединены, атомизированы в условиях наших городов, к каким-то простым вещам, которые, тем не менее, несут в себе очень доброе послание, да, быть вместе и что-то вместе делать в городе, используя его, собственно, самостоятельно, не дожидаясь каких-то удочек. Сегодня мне хотелось бы говорить о чем-то, о чем я думаю вот прямо сейчас. И поэтому воспринимайте это, как в Академии говорят, work in progress, да, то есть это еще в процессе, мы еще думаем над тем, как правильно подавать, какие акценты смысловые расставлять, какие форматы находить для этого. Есть очень интересная концепция, даже уже теория, она разрослась, и у меня достаточно много известных последователей среди архитекторов, которые имеют название городская акупунктура. Действительно, подход имеет историю в китайской медицине, да, в акупунктурном подходе, когда мы через иглоукалывание, которые направляются в определенные центры тела, собственно, снимаем стресс во всем теле и активируем все тело целиком. В городской акупунктуре тот же принцип, мы находим какие-то нервные центры, нервные окончания в городе, точки с потенциалом, локальным ресурсами, в которые направляем небольшие интервенции, например, проекты по преобразованию общественных пространств, которые позволяют зажечь территорию целиком. Этот проект, вернее, этот подход родился в Испании, в Барселоне. Он был предложен архитектором Десолом Моралесом. И, в общем-то, для Барселоны это были времена постфранкистские, когда Барселона была бедная, и когда, в общем-то, им нужно было что-то делать быстро с городом, реанимировать его, но при этом у них не было денег, у них было мало средств, да, и они должны были находить какие-то новые подходы. А, собственно, тогда в Барселоне стали предлагаться различные проекты по преобразованию депривированных постиндустриальных территорий в общественные пространства, которые вылились, например, в новый совершенно район с новым качеством жилья, это Побланов. То есть были в Барселоне, наверняка видели этот район, район Олимпийской деревни. В общем, у них тогда совершенно звезды, была и Олимпиада, и они придумывали, что не нужно делать большие проекты, для девелопмента, но можно делать точечные проекты. Аккумунктурный подход применялся, например, еще мэром Культиво, город в Бразилии, Джеймем Лернером, который писал про это труды. Он тоже говорил о том, что мы можем активировать город, городские пространства какими-то неожиданными приемами. Например, на месте заброшенного одного завода он предложил создать открытый университет для людей, которые занимаются социальной работой, для того, чтобы обучать их, также для непосредственно их клиентов, то есть тех сложных социальных групп, которые не могли получать образование. Дети, которые жили на улице, не получали образование. За счет открытого университета, получается, происходили процессы разные. Территория получала много жизней, люди получали место для образования, люди, которые, специалисты, встречались со своими клиентами в какой-то новой среде дружественной. Культиво известна еще и самой эффективной транспортной сетью, сеть общественного транспорта. В общем, эти акупунктурные идеи, я знаю, тоже очень хорошо преподнес и дал ему второе дыхание. Еще один человек, очень дорогой для меня, как-то неожиданно так оказалось, Марко Кассагранде. Хотя у него очень испанская фамилия, имя, он финский архитектор, он живет в Кельсинке, работает в университете Альта. И сейчас очень часто и много работает в Тайпэре. В этой презентации много всяких симпатичных цитат. Например, Джеймс Лернов в своих книгах говорит о том, что он считает, что городам, как и людям, тоже нужна медицина, их тоже нужно лечить, они тоже иногда смертельно больны. И вот такие интервенции, как это иглоукалывание, они могут вызывать у города определенную реакцию и его вызывать в родных жизнях. Чем хороша акупунктура и как можно ее, скажем так, продвигать сложным людям, как городские управленцы, а также девелоперы, это то, что городская акупунктура является подходом, позволяющим им делать издержки. Я уже сказала до этого, что вместо того, чтобы делать, допустим, большие, крупномасштабные и, естественно, финансово затративные проекты редевелопмента, можно предлагать какие-то более находчивые, умные, незавые действия, которые будут использовать максимально те ресурсы, которые уже есть на территории, но при этом, естественно, в них будут переводить таких громадных затрат. Это может понравиться чиновникам, девелоперам, потому что им нужно тратить громадные деньги, но в этом есть, естественно, и непосредственно демократический пафос и очень важный идеологический посыл того, что с помощью глотальных ресурсов или местных ресурсов, к которым, естественно, относятся люди, сообщества, жители, мы можем непосредственно трансформировать территорию. То есть сами люди могут участвовать в процессах ревитализации. Через акупунктуру, естественно, промоутируется гражданское общество, горизонтальная организация и так далее. Акупунктурный подход, очень важно понимать, что он связан с такой максимумой, аксиумой, идеей, что город — это живой организм, что это не раз и навсегда данная структура инженерных сооружений, архитектурных сооружений, но это такая пунктуирующая система, в которой процессы происходят, которая строится, а то время разрушается, в которой возникают постоянно какие-то брожения и которая, на самом деле, не может быть контролируема постоянно и до конца. Вся красота пунктурной теории, она в том, что как раз мы подчеркиваем ценность вот этих спонтанно возрождающихся непонятных вещей, которые иногда нелегальны, альтернативны и, в общем, не соответствуют официальным каким-то политикам, например, развития территории или тому, что принято в официальном законодательстве, или тому, что хотели бы видеть девелоперы. Я говорила, что я вернусь к Касагранде. Он предлагает также важный такой, как мне кажется, концепт третьего города. Это органическая руина индустриального города. Первый город — это естественный город, традиционный город, который развивался в очень сильном контакте с природой. Второй город — город индустриальный, который оборотил себя от природы бетонными стенами. И третий город — это там, где индустриальная логика начинает давать сборы, и природа начинает брать свое. Природа или шире — жизнь, обитальность. Касагранде подчеркивает, что в городской пунктуре важно обращать внимание на те как раз нелегальные, неофициальные формы жизни, формы экономики, формы строительства жилья, формы обитания в городе, которые могут пронизать вот эту индустриальную логику или капиталистическую логику и показывают какие-то новые формы. По сути, Касагранде с этим работает в своих проектах, в частности, в Тайпе, где он организовал, тоже мне очень нравится, Академию Руины. У него все такое — третий город, руина, органическая руина. Руина не воспринимается здесь как некое негативное слово. Скорее, Руина — это возможность пристраивания чего-то нового, возникновения на ее бренных остатках каких-то новых проростков. Академия Руин — это скорее метафорическое название для коллектива людей, существующих между Хельсинки, Тайпеем и еще каким-то городом. Архитекторы и студенты, которые объединились для того, чтобы развивать эту интересную теорию, связанную с аркупурой, с руиной. Но также у них есть и физическая территория. Добрый скетч, да, этот домик — это настоящие здания, собственно говоря, заброшка. Заброшенное здание, которое стояло где-то в Тайпе, отжившее свою функцию, которую пистагранды вместе со студентами стали обживать. Я потом покажу несколько фотографий, буду говорить, что это из Академии Руин. Основной посыл в том, чтобы не просто там, допустим, делать какие-то работы, искусство, но они там физически стали жить. При этом они, благо Тайпе, тепло, сохранили в здании все разрушенные компоненты, все дыры, сквозь которые стал проходить свет и вода. И как бы свое существование стали сообразовывать вот с этой логикой природы. Немного Академия Руин, она образована была в 2010 году. И Марко пишет о том, что наша Академия, она исследует в Тайпе ростки локального знания. Локальное знание, это вот сейчас, можно обратить внимание на эту картинку очень плохого качества. Я надеюсь, что тут различимо. Вот этот дом, да, это террасные такие дома. Здесь земля, и здесь вот жительница этого дома выращивает огород. Причем это в Тайпе. Это город, очень большой, как вы понимаете. Перед нами пример городского огородничества. Этот проект родился, собственно, из деятельности Кассагранды и вот непосредственно его круга. До этого было местечко в Тайпее по названию Treasure Hill, холм сокровищ, местечко нелегального жилья, то есть фавелы на тайпейском манер. Это жилье было когда-то обустроено в Тайване в Беднокодь. И тогда им разрешили жить, то есть не обратили внимания, скажем так, закрыли глаза. Но несколько лет назад правительство Тайпея, которое сейчас очень бурно, между прочим, развивает всякие проекты, связанные с общественными пространствами, и городской средой, они решили снести к чертям, если это Treasure Hill, потому что там не оборудована абсолютно инфраструктура, там нет никаких коммуникаций, люди живут как в землянках, только у них такие бетонные какие-то сооружения, ходят с водой, с ведрами, представьте себе какой-нибудь очень большой город, если кто-то не был в Тайпее, Москва, например, там с водрами ходят с водой. Плюс правительство очень забеспокоило то, что молодежь, которая там когда-то была, она вся, естественно, выехала, и в Treasure Hill остались только люди пожилого возраста, которые, конечно, не могли и не так таскать воду. И совершенно было принято однозначное снести и переселить. Касагранде в общем стал развивать другой проект, он сказал, давайте все-таки попробуем здесь сохранить место. Почему? Потому что здесь есть сообщество, здесь есть история, очень необычная, здесь есть потенциал для того, чтобы мы как раз показали, как можно в городе жить вместе с природой, потому что в Treasure Hill он увидел уже были зачатки так называемого городского огородничества, причем не маленькие полисаднички, а такие большие какие-то там были уже не очень ухоженные огороды, и сама, конечно, структура холма располагала к созданию террас. В общем, все в итоге вышло так, что Касагранде со студентами, естественно, с сообществом Treasure Hill, они сначала провели партисипаторные воркшопы, то есть пригласили людей для обсуждения будущего этого холма, в итоге они все-таки решили побороться за свою идентичность и предложить вот такой формат существования на стыке города и природы. разбили террасы, почистили огороды и сейчас там, в общем, такой интересный прецедент обитания. Понятное дело, что этот кейс, как и многие другие, у него есть свои риски. Уже сейчас это место стало очень привлекательным для туристов, которые туда ходят толпами и естественно нарушают атмосферу местечка. Эти риски джентрификации естественно нам с вами, со всеми людьми, которые пытаются делать что-то для города, все время нужно держать в голове. И для кассаграмбе в принципе тайплей как полигон очень является интересным. Он говорит о том, что в тайплее как раз можно говорить о биоумбанизме, о том, что мы не просто строим постройки, не просто совершенствуем транспорт, но мы пытаемся впустить природу обратно в город. Там есть река, я забываю название, которая как раз отгородили бетонными конструкциями от города проект Кассагранды вернуть реку обратно, как бы строить жизнь города. Также на примере тайпле городских намадах или кочевниках, людях, которые вот как эти жители Treasure Hill, они по-своему приспосабливаются к сложной среде тайплея и очень часто формируют какие-то интересные формы полулегальные, полулегальные экономики, полулегальные обиталища, что интересно само по себе как форма какого-то нового существования вне логики заданной государством. Много нелегальной архитектуры, про личный урбанизм я сказала, ультравнина тоже метафора такая довольно хорошая, интересная, которая как раз говорит о том, что на руинах можно создавать новые вещи. и также что мне очень нравится в подходе Касагранде и то, что очень связано с тем длительным диалогом, который я буду с архитекторами, это то, что Касагранде отстаивает понятие слабой архитектуры, нелегальной архитектуры, то есть той архитектуры, которая скорее идет за социальным процессом, а не которая пытается сначала манифестировать какое-то красивое здание, а потом уже там как-то простраивать социальные процессы. Я очередной раз была в Петербурге к нам приехали молодые архитекторы, которые получили премию на арх в Москве, и все они говорили о прекрасных небоскребах, даже с параметрическим моделированием, которые реагируют на следу, но изначально небоскреб, а потом уже пытались понимать, как внутри них будет функционировать пространство общественное на разных уровнях. В общем, здесь история совершенно другая, скорее сначала находится какой-то интересный прецедент вот такого, например, необычного жилья, потом уже архитектор пытается понять, как он может помочь обустроить это или поддержать, чтобы не снесли. архитектор естественно становится не просто человеком, который строит здание, но который думает о среде. Я стала для себя учисывать такие слова, которые фигурируют в описании городской пунктуры, естественно, там развивается своя семантика, да, и вот много таких слов нелегальный, партизанский, органичный, да, незаметный, точечный, то есть вот такие, я даже не знаю, это вот скорее средствами искусства лучше передавать, то, что я чувствую, когда я читаю и думаю об этом, для меня это что-то очень живое, конечно, с этим сложно работать, но это что-то очень живое. Вот вдохновившись этим всем, так как я работаю с культурными проектами, с социо-культурными проектами, я решила подумать о идее как культурная акукультура, естественно, как разновидность городской, но с акцентом на социо-культурные интервенции в определенных местах, которые наполнены ресурсами или потенциалом, и которые за счет культуры и искусства можно подсветить, показать, какие они красивые, фронатичные. Под локальным потенциалом понимаются какие-то альтернативные формы характерные для города, альтернативные формы экономики или альтернативные формы обитания, или какие-то новые необычные культурные стили. И вот я говорила про локальные знания, которые ищут в Академии УИ, они как раз ищут те представления о выживании в городе, в сложном городе, которые тальпейцы показывают, демонстрируют. Еще можно говорить о том, что потенциал это что-то живое, где вы чувствуете, что город еще не застыл, а где он движется. В общем, Эпаса Гранда это тоже очень все с одной стороны архитектурно, теоретично, но, естественно, эзотерика там тоже как-то проникла в его мышление и Стайплей, наверное, на него так повлиял, он говорит о энергии чин, о энергии жизни, которая где-то в городе, в пространстве города локализована. Культурные интервенции, которые могут быть в составе как раз архитектурного подхода, они, естественно, тоже следуют определенным принципам, они должны быть контекстуальными, они не должны быть большими, они могут быть, ну, скорее, будут временными, партизанские и так далее. В Петербурге, я думаю, как и во многих других городах России, есть очень серьезная проблема постиндустриальная судьба индустриальных территорий, да, индустриальные территории, которые вышли уже из использования и которые, собственно, представляют собой, а не пойму что. Все, как бы, говорят очень много про них, но непонятно, что это такое. Может быть, это все рулимность, да, может быть, это пласты истории, которые мы вот-вот с вами потеряем, потому что эти здания разрушаются. Может быть, это наоборот какая-то такая среда как раз для проявления вот этих необычных форм. Небольшая картинка, это Петербург, вот центральный район, да, и вот он, серый пояс. У нас он реально пояс очень большой, и по сути эти серые зоны это вот наш Ленинград, да, то есть советские, период советской индустриализации, период советской мучки, которая сейчас стух, и в общем процентов 90-80 по разным подсчетам, это территории, которые экономически уже никакой функции не несут, и в основном стоят либо заброшенные, и там ничего не происходит, либо там происходят какие-то интересные вещи, о которых я сейчас расскажу. естественно, неоднократно поднимался вопрос о том, а что же с ними делать, неоднократно были конкурсы городские на концепции ревитализации серого пояса, ну в общем-то, они все остаются на полке. Недавно, в прошлом году, снова был у нас конкурс, вот здесь большие были наделы, зоны, которые помогали архитекторам продумать, как их обустроить, очень многие сделали качественные работы, в частности, мои друзья группы «Новый плюс», которая работала с этой зоной в середине. Ну, естественно, наш комитет по градостроительству и архитектуре, они проводят эти конкурсы так, на широкую ногу, но там зовут еще много людей, естественно, все радуются и надеются на какое-то дальнейшее развитие событий, но никакого дальнейшего развития событий не происходит. И, как вы понимаете, здесь у нас нет стадиона, это немножко другая ситуация, поэтому здесь все очень сложно с какими-то драйверами для развития. Естественно, территории большие, у некоторых сохранились замечательные комплексы, многие из которых имеют статус архитектурного памятника, но для девелоперов особенно статус архитектурного памятника отпугивает, потому что тогда нужно полностью реновировать здание. Ну и в принципе такого еще внимания к серому поясу нет, потому что не только из-за отсутствия ресурсов, но и потому что это все еще серое пятно. Все знают центр Петербурга, естественно, на окраинах мы расширяемся, мы расползаемся, имеем в виду Петербург, она строит новое жилье с ужасного качества, но пока еще вот эта территория она как не отражена по интересу. Естественно, возникает вопрос, а что же все-таки можно делать, чтобы работать с историей, сохранить какую-то все-таки всеобразную прелесть, которая есть в этих местах, потому что там действительно во многих местах очень атмосферно, они напоминают такие постапокалиптические фильмы, в которых происходят какие-то чудеса, темные силы, роятся, и так далее. И возникает ответ, что может быть действовать как раз малыми силами и точечно, и вот по методу акупунктуры эти территории, хоть они и серые, они все-таки не до конца оставлены, потому что вот это две фотографии из одного и того же из одной и той же фабрики красный треугольник, конечно, много заброшенного, пустого, да, вот один этаж слева, абсолютно там ничего нет, но с другой стороны место интенсивно обживается, вы видите эту кучу реклам, это, естественно, маленькие бизнесы, которые там начинают очень так стахаристически как-то спонтанно появляться, и они очень разные, это как шиномонтажка, и там бетонный заводик маленький, так и репетиционные точки, фотостудии, дизайн-студии, то есть какие-то вот зачатки креативного класса, да, который как бы вроде как должен развивать территорию в направлении креативного кластера. Триугольная громадная территория, там 80 зданий примерно, и одно из них более-менее хорошо сохранилось, его выкупили в бизнесах, который устроили там бизнес-центр, но он, этот бизнес-центр, несмотря на то, что здание представляет свой памятник архитектуры, это директорский корпус, там сохранились интересные элементы из внутреннего убранки, туда совершенно невозможно попасть с улицы, да, потому что ты все частный территорий. И мы в процессе исследования стали задаваться вопросом, есть ли в сером поясе, в нашем любимом красном треугольнике и так далее, какие-то потенциалы, да, про которые мы могли бы говорить, это важно, и это имеет смысл показывать и сохранять. Нам было интересно, есть ли какие-то такие формы неферидные, да, когда мы видим остатки архитектуры, но они стали уже завоевываться природой, да, это то, что лежит в основе концепции третьего города, есть ли какие-то примеры, когда старая инфраструктура начинает по-новому осваиваться людьми, есть ли какие-то новые формы обитания, новые культурные стили, и мы действительно стали собственно родить по этим территориям, в красном треугольнике мы работаем уже два года, по-другим стали ходить недавно, такие прогулки, даже не знаю, как это назвать, это не экскурсии, это не просто праздное шатание, а это такие урбанистические прогулки с обращением внимания на то, что есть на территории, какие там есть странности, необычные вещи, что там сохранилось, что там начало появляться нового, и на самом деле находятся совершенно удивительные вещи, которые действительно можно отнести к потенциалу, с которым можно работать с культурными средствами, например, мы находим очень красивые недострои, 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 например, станции железнодорожной, в которые пришла природа, и которые, например, очень поэтично заросли, и тут вода, естественно, здесь уже не проедет поезд, но это такая, здесь сразу появляется ассоциация, что это городская ферма, или это какое-то пространство, которым можно сделать очень тонкие инсталляции выдушные, просто подчеркнуть вот эту поэтику, я бы сказала да, но что-то, конечно, с функциональной точки зрения здесь сложно о чем-то говорить, с поэтической точки зрения, с исторической, с культурной, конечно, здесь очень много смысла, примеры, когда недострой человеческий начинает заполнять природу, да, сураивает их снова под себя, и вот вода, которая пришла в фундамент какого-то либо офисного здания, либо жилого здания, скорее всего, офисного, она тоже говорит о вот этом третьем городе. Железнодорожные пути, которые на Красном треугольнике располагаются, уже не служат своей функцией, уже не перевозят тележки с материалом, с грозом, вот они посередине, но по ним активно ходят люди. Железнодорожные пути стали путями перемещений тех случайных и очень случайных людей, которые сейчас обитают на Красном треугольнике и приходят туда. В чем пешеходных путей нет, но по железнодорожным люди перемещаются. Эта крыша тоже нас встретила. Наверное, потом покажу внутренности этого здания. Здесь, по-моему, четыре этажа, у которых нет ничего, остался лишь корпус. Но крыша это место, которое считается одним из самых зеленых в Петербурге. Ну, имеется в виду, конечно, крыша, зеленая крыша. Это самосевная крыша, это самоорганизовавшееся общественное пространство. Что здесь еще необычное, это то, что она освоена рок-жанрами. То есть, они приходят на эту крышу и сквозь вот эти световые колодцы прыгают вниз в этой фабрике. В процессе наших выражений, естественно, бородилок, мы, естественно, находим совершенно прекрасные вещи гараж сначала я подумала. Потом я увидела здесь букву Д. Гагджн. В общем, я не смогла прочесть это слово. Багаж. Все. Мы его разгадали. Это вагончик. Он не возит людей, а он стоит как домик для работников. Когда встречаешь такие маленькие повселения, что ли, они забыты и вообще непонятно, что они находятся в Путербурге. Это реально какая-то зона в сталкере. Непонятно вообще, знают ли люди про их существование, не знают, как они там живут. И такие надписи, они как бы, вот мы сейчас разгадали, да, это был багажный вагон, который когда-то ездил, что-то делал, именно железнодорожный, сейчас он совершенно в другом формате живет. Здание, наверху которого крыша, да, с ров-джамперами, оно внутри выглядит вот так, с очень красивым светом, который падает сквозь здание, и вот эти фермы или конструкции, которые собственно должны поддерживать здание, да, никаким другим целям никогда не служили, по ним экстремалы, подростки забираются наверх, спускаются вниз, я уж не знаю, как это они это делают, мне очень было страшно, я бы никогда не смогла это сделать, и вот такая субкультурная жизнь, да, и естественно граффити, они в этих заброшенных зданиях процветают, и говорят нам о какой-то совершенно другой жизни. Это красный пелугольник, здесь очень много музыкантов, и они действительно завоевали большую, большую, не большую, большую часть пространства. Можно сказать, что по сути это какой-то стиль, культурный стиль, социальная группа, которая получила для себя представление. Понятное дело, что музыкантам сложно репетировать в городе, особенно если вы играете хард-рок, или делаете нойз, или что-то в этом роде, вас просто выбрасывают из студии, вам не дают играть в квартире, а если у вас нет денег, получается вам ничего не остается, вы не нужный маргинальный элемент в городе, но в красном треугольнике музыканты смогли найти себе представление. Тут действительно очень много репетиционных точек, музыкальных точек, где вот эти сирок эти несчастные нашли себе представление. Ну и конечно вот это просто зона без зона кроковский не кроковский но вот это все наше русское любимое это экзистенция это люди которых мы встречаем на территории они вот данный человек скорее всего конечно народ но он вот здесь живет или по крайней мере проводит очень большую часть своего времени это полиэтилен здесь у него костер мангал вернее куда он подбрасывает вот этот уголь который здесь вырабатывается и здесь перевозится на этой сортировочной станции это один человек который абсолютно не важен для скажем истории нации но если подумать о жизни отдельного человека и его смотреться конечно в этом есть история и боль и философия и переживание и что-то очень живое очень много нелегального как раз здесь тоже встречается вообще индустриальные территории очень хорошо у нас обживают этнические гранты которые там работают и живут и в основном нелегально тоже как вытесненный элемент из официального Петербурга там находится присталище это я говорила о каких-то таких потенциалах с которым может работать художник конечно урбанист тоже но мы говорили о культуре и о художественном прочтении то есть это потенциал который можно подсветить и показать как что-то новое как что-то неожиданное живое естественно территории дают нам и много материалов то есть то что мы в принципе можем чисто физически даже использовать для культурных проектов например вот эти абсолютно отжившие себя балки или даже какие-то необычные артефакты то есть что-то созданное людьми что-то забытое которое тоже освоилось природой заржавело я хотела очень быстро пробежаться по тому как мы в принципе работали с этими территориями то что я показывала это уже конечно же такие следы нашего погружения и осваивания индустриального пояса естественно это все не с двух табарах и рождается для эффективной работы с пространством нужно предварительно хорошее исследование и работать с различными аспектами среды чтобы интервенции были действительно контекстуальными и направленными на потенциал локации естественно мы делали различные исторические справки средовой анализ анализ застройки доступности здесь есть компонент связан естественно с работой с людьми я как социолог вообще это никогда не могу пройти мимо есть очень хороший и очень такой многоаспектный метод ментального картирования или работы с объективным представлением людей о том что же есть их территория где например что-то арендуют и это как раз карты наших резидентов в основном у них вот такие простые то есть фактически стрелочками человек показывает свой путь из пункта а в пункт б и никаких деталей пространства нет если очень простая ментальная карта это значит что образ территории не сформирован а вот сложная ментальная карта много много всего написано и этот человек он не резидент треугольник а человек который хотел прийти туда снимать поэтому он искал он смотрел он думал на сравнении конечно же ментальные карты очень многое показывают кто вообще что-то делает на территории знает ее кто там только прохожий ментальные карты могут делать и исследователи чем мы тоже занимались да мы тоже люди поэтому мы формировали свои но видите они гораздо сложнее потому что в глаз онбанисты сразу видят районы скопления точек пути очень важный для нас компонент работы это устные истории это работа с людьми которые связаны с пространством в устных историях вы можете собственно видеть как связывается история человека история пространства и для нас это тоже нарратив из которого можно потом брать элементы для художественных произведений объекты памяти или которые архитектурный какой-то спонтанный спидрарт пабликарт и реклама например которая отражает информационные под территории и наносим их на карту например вот эта интересная линия видите она вся голубая голубой у нас ход искусства это все линия железнодорожная вдоль которой расположился стрит-арт на стенах стрит-арт и граффити по сути если вспомните вот эту громадную территорию треугольника на ней везде есть где-то какие-то уже зачатки жизни стилей и так далее в частности стрит-арта еще одна история которую мы будем применять и она очень хорошо ложится на тему акупунктуры это анализ спонтанных данных тех данных которые формируют люди и вывешивают их в интернет например сделали фотографию в инстаграме и сделали привязку к пространству фотография ушла в интернет да и вот это богатство данных которые генерируют очень многие пользователи его можно выловить и естественно показать например что какие-то территории а это у нас индустриальные территории вообще не посещаются людьми там нет никакой активности социальной как треугольник например который у нас здесь красный треугольник в нем что-то есть вместо алгоритма карте вместе есть уже какая-то активность какой-то потенциал это еще один способ убирать те места которые важны для акупинутуры очень быстро на самом деле я уже говорила просто покажу вам красивые картинки которые меня очень вдохновляют и просто на уровне метафор давайте так оставим среди пограничность маргинальность аутентичность переходность хрупкость это колючая проволока миметичность странности случайности следы раскрашенная доска ну и форматы это уже ближе к арт-интервенциям подходя какие могут быть в таких пространствах которые могут насытить их новыми смыслами это было как раз в академии руины марка пассагранте перформанс ритуал вот они готовы шашлыки или что-то в этом роде видите они действительно обитают в этом пространстве партизанский оборот различные формы ленд-арта это уже наша работа в красном треугольнике городская игра такая бродилка у нас была миссия треангуляции на треугольнике нужно было найти различные компоненты еще одна история которую мы тоже делали в другом индустриальном месте был маскарад и тоже бродилка по территории видите путешествие за собственной душой но естественно прогулки про которые уже сказала что не позволяют проникать в этический контекст я хотела бы попробовать для пустыря на стрелке подумать о том какие там могут быть локальные материалы локальные потенциалы и какие интервенции можно для этих территорий сделать вы видите то что я знаю а я знаю очень плохо я здесь первый раз я знаю о том что это место это явно какое-то притяжение внимания горожан потому что здесь будет чемпионат при этом это зона конфликта потому что есть различные противостояния это точное место истории при этом по крайней мере теперь это тое место в котором ничего не происходит это отчужденная территория мы вот как раз хотели вам предложить перед интервенциями поработать тоже в режиме ментальных карт своеобразных и набросать те слова которые связаны с устрием или со стрелкой мы думали о том что мы можем заложить вот в эти наши интервенции с миском с помнями с телами какие-то те ассоциации которые для вас важны она в общем-то и по массе заняла больше места и это такое одно из основных телесных впечатлений от стрелки это ее масштабность ее притяжение как она появляется или может быть это будет просто поток и такой косяк косяк людей такой дрейфующий одним коллективным телом попробовать быть как эти потоки воды то есть близко чтобы слышать дыхание друг другой и можно меняться если кто-то чувствует что он хочет понаправлять течение тела а здесь волга нет прием ты же Субтитры делал DimaTorzok 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 На берег стрелки ДимаTorzok 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 ДимаTorzok